Андреас, некоторые еврочиновники заявляют, что надо бы российских уклонистов от призыва пускать в Европу, но еще идет дискуссия. Как вы думаете, чья точка зрения победит в этом споре, пока не закроют границы, скорее всего, в России? Ну, трудно сказать, потому что здесь как бы две разные философии европейского понимания прав человека, противоречия друг другу. Это, с одной стороны, действительно, вот эта поддержка Украины и признание вот этой коллективной ответственности даже тех россиян, которые сейчас бегут из России. И есть, конечно, тоже опасения касательно безопасности в Европейском Союзе, кто эти люди, которые там приезжают. Но, с другой стороны, есть как бы вот это понимание прав человека, что если вот человек бежит откуда-то, где ему грозит как бы несвобода, тогда ему нужно предоставить убежище. Поэтому, я думаю, это будет такая затяжная долгая дискуссия, потому что тут как бы есть все-таки это прерогатива индивидуализма, прав человека как индивидуума и некое такое обязательство предоставить вот убежище. Ну, это мы вот говорим сейчас, да, о чиновниках, о принятии решения именно чиновниками. Возможно, вам известно настроение именно в европейском обществе, ну, скажем, Германии, да, вот как немцы относятся к тому, что пускать там или не пускать. Вот просто формулировка по соображениям совести, да, но она такая, только как понять, какие соображения совести у человека. И правда, это же ведь угроза безопасности, ведь может и агентура какая-то будет, да, я сейчас не говорю там о простых гражданах. Какие настроения у меня в общем? Ну, вот это восприятие опасности, оно, я думаю, более развито в Восточной Европе. Вот в Балтийских странах, в Грузии, я вот знаю, там тоже очень опасается вот того, что выйдет из этого большого притока людей из России за последние месяцы. Такого рода опасений меньше в Западной Европе, там тоже есть некая такая аргументация, что, ну, лучше, наверное, если эти мужчины к нам убегут, чем они будут воевать в Украине. Там тоже такая есть логика. Мне трудно пока сказать, как это все закончится. Я думаю, это для многих западных европейцев совершенно такая сложная задача или сложный вопрос, где они не могут так быстро и легко принять какую-то позицию. Потому что, как бы, есть очень противоречащие тут аргументы. Но, вообще-то, традиция такая, что все, которые к нам бегут откуда-то и которым дома что-то грозит, они имеют право вот на убежище. Андрей Аз, скажите, пожалуйста, рассматривается ли такая точка зрения, что для того, чтобы сбросить диктатора, лишить его власти тем или иным способом, нужны люди на месте? И если большинство сбежит или большинство настроенных против действий, преступных действий российского режима, сейчас кремлевского режима, то тогда некому будет менять власть? Ну да, такого рода мысли тоже произносятся. И что, почему вот Запад должен как бы решить эти проблемы там для российского режима, что он не может призвать своих мужчин в войну. Ну и там, если он действительно там находится в какой-то опасности от чего-то. Но там все-таки, опять же, там есть вот эта прерогатива. Индивидуум человек идет в первую очередь, и он имеет там определенные права на жизнь, на неприкосноваемость. И, ну, он не может быть сделан инструментом, как бы, такой большой политики. Я сейчас, я это не свои мысли сейчас высказываю. Я думаю, что вот так вот люди, которые будут выступать за принятие все-таки этих беженцев, если их так назвать, из России, они будут так аргументировать, что политика отдельно, а права человека отдельно. Ну, да, но тут как раз такая ситуация, это все пересекается. И я думаю, что вот страны Балтии и Польши, в том числе, они просто, как бы, да, еще свежа память, да, что такое вот Россия. А главное, чтобы Россия потом не пришла освобождать, да, своих граждан. Есть такие примеры. Вот, хотя действительно это надо решать на общеевропейском уровне, да. Вот, ну, и главное, для россиян, чтобы не успели закрыть границы, успеть выехать, пока не закрыли границы, потому что вот даже уже между областями передвижение в России затрудняется. Спасибо вам большое, Андреас Умланд, немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Спасибо. Спасибо.